По пути в район с воздуха глава края вместе с главой МЧС осмотрели, как складывается обстановка на реках. Для профилактики подтопления у села Тугозвонова на Черыши на днях подрывали лед. В самом Михайловском Виктора Томенко встречали не только руководители района, но и обычные люди. Очень сильно, конечно, подтопило. Многих людей, ну, люди работают. Спасибо и за это. Вода поднялась выше уровня пола почти в 500 домах. К неблагоприятной ситуации здесь готовились, сообщил Александр Макаров. Начальник МЧС по краю. Поэтому спасатели прибыли заблаговременно и смогли оперативно начать эвакуацию людей. Сколько тут домов получается сейчас? Вот в этом, вот под этом улице, которая потоплена, вот здесь порядка 20-30 домов. То есть мы их каждый день обходим, спрашиваем, где кому какая помощь нужна. Ребята у меня ходят, ездят автомобиль, снаряженный с мотопомпами. То есть они приезжают, откачивают по берегу коду, достают, помогают гражданам в кордонах. По данным спасателей, обстановка постепенно стабилизируется, но пострадавших много и помощь им необходима. Ну, так быстренько пока что, кого затопило на участке, там по 10 тысяч, кому в дом зашла, в руку вода по 30 тысяч. Быстрое решение приняли, все остальное посмотрим. Губернатор пообещал детально разобраться в ситуации и при необходимости решить вопрос с увеличением помощи. Осмотрели власти и пункт временного размещения в селе Михайловское. Дом затопило, дочь мне отправила сюда. Все, 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 не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, все, мы позанимаемся. Спасибо вам, здесь в коробе ухаживают, как за ним. Хорошо, все, да? Спасибо, хорошо, все хорошо. Максимальное количество людей в этом общежитии доходило до 64 человек, а в ракетах и вовсе до 140. Сейчас число снижается. Сегодня уже стали семьи выезжать, обстановка стивилизируется. Правда, говорить о нормализации обстановки в районе пока рано. Все еще остаются ограничения на дорогах. Ущерб, нанесенный дорожной инфраструктуре, начнут оценивать позже, когда вода уйдет. Тогда же будут приняты решения о дополнительном финансировании. Если краевых средств не будет хватать, пояснил Виктор Томенко, начнут обращаться к федеральным властям. Ни один объект и ни один житель, по его словам, без внимания не останутся. Татьяна Голубева, День с толком.